Так, ну, поехали. Так, ну давайте к семинару. Обсудим то, что мы сейчас с вами узнали на лекции. Значит, начнем с Word2Vec. Давайте, тут ноутбук может долго делаться. Давайте я его просто запущу. Ой, вот это я заразделал. Отлично. Надеюсь, оно не сломается. Так, ну поехали. В общем, давайте попробуем взять какой-нибудь не очень большой датасет, чтобы он, чтобы успеть обучиться на протяжении семинара. Вот, собственно, в качестве такого датасета возьмем Vigitex 2, тоже какие-то там статьи из Википедии, просто их не очень много. Вот, сейчас посмотрим на размеры, которые тут получаются. Вот, есть, значит, такая библиотека еще в семействе торча, называется TorchText. Там лежат как раз всякие штуки для того, чтобы работать с последовательностями. Вот, и мы из этой штуки будем пользоваться текенайзером и штуки, которая по итератору, по предложениям умеет строить вокабуляр. Вот, в общем-то просто загружаем датасет, который я скачал до этого, и берем текенайзер, который просто текенизирует по словам. Вот, нам для демонстрации этого хватит. Вполне. Ну и помимо этого, он там еще всякие штуки типа разделение там на слова, типа знаки препинания, тоже их выделяют в отдельные слова. Делают ловеркейс для всех строк. В общем, такая удобная штучка. И вот, значит, загружаем данные трейн и валидацию. Получается, вот у нас что-то типа 17 тысяч предложений для трейна, 2000 почти для валидации. И вот примерно такое число токенов получилось. То есть порядка двух миллионов для трейна и 200 тысяч для теста. Это довольно маленький датасет. Вот, он там по-моему что-то типа где-то 5 мегабайт. Вот, для текста это не очень много. Шрифт. Лучше. Супер. Ну вот, в среднем у нас типа в районе сотни токенов в одном предложении. Вот, а распределение по длинам вот выглядит примерно вот так. Значит, у нас по горизонтальной оси длинные предложения в токенах посчитанные. По вертикальной сколько таких вот. То есть мы видим, что у нас очень-очень много каких-то супер коротких предложений. Там буквально сколько-то слов. Это... Нет, мне кажется они пробелы. Должно быть. Это предложение, да. Это длинные предложения в токенах. Токены вот у нас из токенайзера берутся. Да, и еще единственный момент. Я здесь отрезал отрезал предложения, которые слишком короткие. Потому что вот нам нужно ходить некоторым окошком. Ну, как мы разбирали World2Vec. И значит у меня здесь будет окошко размера 9. Четыре слова слева от центра. Центральное слово и четыре слова справа. Вот. Чтобы с маленькими предложениями не взаимодействовать, давайте мы их просто уберем. Вот. Ничего страшного от этого не случится. У нас все равно большая часть именно токенов расположена в больших предложениях. Поэтому то, что маленькие уберем, что-то, конечно, потеряем. Но не так страшно. Вот. После этого таким вот образом строим вокап. Значит, здесь мы зададим еще гиперпараметр minfreq, который скажет, что если у нас слово встречается редко, мы просто его не будем добавлять в словарь. Вместо него будем использовать ung. Ну, и вот как раз тут мы добавляем специальный special. Ung, который у нас будет обозначать слова, которые редкие, или потом для теста слова, которые не встречались в трене. И после такой манипуляции, значит, minwordfrequency у меня стоит то ли 10, то ли 20. Да, 20. И суммарный размер словаря, который у нас получается после того, как мы его построили, это порядка вот 8000. Вот. Выглядит это примерно вот так, что вот у нас было вот такое предложение токенизированное. Очень странно выглядит. Почему-то тут точка посередине. А, а может это было имя? seasideholiday g.selman может быть это типа имя и фамилия. Поэтому они точкой разделены. И вот какие-то две даты. Вот. В токенизированном виде это все выглядит вот так. Значит, у нас 0 это здесь номер токена, который отвечает ung. Вот. Это можно посмотреть. У меня просто тут бегают процессы, я не смогу вывести отдельно. Но можете мне поверить, что если мы посмотрим на вакап и обратимся к нулевому слову, это как раз будет ung. То есть это значит, что слово seaside редкое и встречается меньше 20 раз. Так-то, если мы взяли бы датасет нормальный, а не маленький, то понятно, что seaside это какой-то достаточно команд слово, поэтому должно быть часто, и мы его тоже должны кодировать. Но поскольку датасет маленький, оно, видимо, здесь редкое. Ну и, видимо, тут какие-то исторические статьи в этой части Википедии, которые в этом датасете представлены, потому что годы вот они спокойно закодировались. То есть вот 2079 номер с токеном 2157. Значит, нам для того, чтобы учить word2vec, нужно слепить пары, где у нас вот первое слово в паре это центр, окошко, второе слово это слово из контекста. Вот поэтому мы напишем свой collatefn, который передадим в даталодер, чтобы у нас формировались свои батчи. Вот, собственно, все, что мы здесь делаем, это просто проходимся, вот нам приходит батч, получается, последовательности, мы по ним проходимся, значит, чего тут, если последовательность слишком длинная, мы ее обрубаем, давайте слишком длинными последовательности не будем работать, чтобы у нас батч не переполнился. Просто если возьмем слишком большой батч и не следим за ним, то там для больших батчей у нас может память на GPU закончиться просто, поэтому слишком большие батчи делать не будем, и поэтому запретим последовательности быть слишком длинными. Вот, значит, здесь у нас что? Здесь мы просто проходимся по очередному элементу в батче, прикладываем вот окошко, и вот, значит, в качестве output у нас будут разные элементы контекста, в качестве input будет центр окна, который вот по такому индексу находится. Ну и потом все это слепливаем в один лист, запихиваем в танзора и возвращаем. Вот, соответственно, у нас будут два вот таких даталодера с нашей собственно написанной collatefn. У нас на прошлом семинаре, когда мы учили детекцию, у нас там тоже была своя collatefn, потому что нужно было по-другому формировать батчи, чем это бы делать торч по умолчанию. Вот здесь точно такой же случай. У нас немножко странное, ну, немножко необычное то, что мы подаем в нейронку и то, что мы будем использовать в качестве таргета, поэтому вот такую штуку написали. Ну и дальше идет, по-моему, просто обучение. Давайте посмотрим на модель. Тут просто тренинг, ничего необычного не происходит. вот смотрите, тут вот мы проходимся по этим inputs и outputs, где у нас inputs, это получается слова центра кошка, а outputs это контекст. Вот, мы точно так же их передаем. Вот у нас будет модель, которую мы сейчас посмотрим, которая нам по входам вот этим, по центру предсказывает логиты. Дальше просто считаем обычную кросс-энтропию между логитами и у нас в качестве классов теперь выступают вот эти слова из контекста, точнее их индексы в словаре. Ну и точно так же учим. С валидацией все то же самое. Ну и вот значит наша моделька, вот она, как я говорил раньше, состоит из двух слоев. Вот у нас первый это embedding. Он имеет вот такие параметры, два самых важных, это сколько нам всего нужно embeddingов, то есть размер словаря по сути, ну здесь мы это и прописываем. И какой размер если нужны embedding, вот у нас для этого есть тоже параметр. Ну и кроме этого мы здесь вот еще сделаем специальную такую регуляризацию, которая будет ограничивать нам максимальную норму, которая будет иметь один embedding. Вот. Просто служит как регуляризация и потом мы будем смотреть на всякие разные углы между словами и если у нас ограниченная норма у embedding, то нам как бы валидно считать угол, он будет каким-то адекватным. То есть потому что у нас все векторы будут расположены на единичной сфере, ну внутри единичной сферы и мы можем посчитать между ними косинус, он нам будет обозначать какую-то адекватную меру близости между двумя векторами. Если бы мы разрешили норме вектора быть как угодно, то у нас может быть угол между двумя векторами маленький, но при этом векторы друг от друга разные, далеко, потому что у них разные нормы очень сильно. А здесь мы ведя такую штуку это побеждаем. Ну и в качестве декодера по сути во всей этой структуре у нас будет просто линейный слой, который обратно из размерности embedding разжимает до размера словаря. Ну и в качестве форварда для всей этой модели вот у нас просто embedding для токенов. То есть у нас токены это будет некоторый tensor, в котором будут записаны индексы, то есть torch.long. Мы его будем передавать в embedding и он каждый получается каждый индекс будет заменять на свое слово, на свой вектор. Давайте я даже наверное открою в документации как это выглядит. То есть вот у нас есть вход произвольного размера, где записаны вот int tensor или long tensor. А на выход мы доклеиваем к этому tensor еще одну размерность, где h это размерность embedding. То есть по сути мы просто натурально возьмем каждый индекс в tensor и заменим индекс на вектор, который лежит в матрице embedding. так, ну вот мы такую штуку определяем, она до сих пор учится. Окей. Значит, у нас размерность embedding я поставил по-моему 256. Сейчас проверим. Максимальная норма embedding 1. Ну, это какие-то параметры оптимизации. А размер словаря у нас получился вот чуть больше 8000. А почему ставится максимальная норма, а не ровная норма? Ну, почему-то это так сделано. Ну, здесь он, видимо, почему-то решили сделать так, что разрешают быть векторам меньше по норме, чтобы они были типа внутри шара, а не на сфере. Я не знаю, почему так сделано. В принципе, я думаю, если бы мы их загоняли именно на сферу единичную, то тоже бы работало. Может, просто немножко больше свободы. А, да, допустим, что нормализуют, только те электракторы, везде не научатся. Они, скорее всего, просто после каждого обновления проецируются обратно на единичную сферу. Скорее всего, это так работает. Ну, а те, которые внутри, они остаются внутри. Так, ну, я, видимо, слишком быстро все рассказал. Тут вот оно не успело еще доучиться. Ну, в общем, видно, что лосс падает, при том, что, на самом деле, он остается довольно большим, типа порядка шести, но это кажется все равно сильно лучше, чем случайный лосс, потому что, чего у нас? У нас восемь тысяч выходов, да, получается. У вас была задачка в первой твердомашке, что случайная модель имеет кросс-энтерпию порядка логарифма числа классов, ну, там, плюс некоторая константа. Значит, у нас логарифм восьми тысяч это что-то типа восемь или девять, примерно так. Вот, поэтому случайный лосс тут восемь или девять, вот, а тут у нас сильно меньше, чем случайный лосс, так что все учится. Так, чего я еще хотел? А, да, я рассказывал, вот, что по-хорошему, если мы хотим быструю оптимизацию, нам нужно забинить вот эту многоклассовую классификацию на бинарную, где мы предсказываем пара, является парой центр контекста или не является, у меня было вчера не очень много времени, поэтому я вот не запаривался, сделал такой семинар. Все равно эмбеддинге, которые мы вот сейчас обучим, они будут не очень хорошие, потому что на самом деле очень мало данных, то есть у нас корпус, который мы тут используем, на самом деле очень маленький, ну, то есть 2 миллиона токенов это совсем мало, и мы там мы видели, что вот даже довольно частое слово, которое по IT должно часто встречаться в английском сис, а это у нас unknown, вот, поэтому ну, эмбеддинги у нас получатся там какие-то, и ну, ну, ладно, мы сейчас увидим, вот, если мы хотим эмбеддинги прям получить какие-то более-менее адекватные, которые прям уже можно будет куда-нибудь использовать, то, конечно, нужно взять датасет побольше, и на нем побольше поучиться, тут он совсем маленький, чисто такой для демонстрации, так, ну, вот оно уже заканчивает, ну, потому что я же, вот, типа у нас там выход на 8 тысяч классов, и они все считаются каждый раз, возможно, к следующему году я не буду лениться, и по-нормальному это запробую. Так, ну, по-нормальному, да, чтобы вот через бинарную классификацию это сделать. Давайте я пока расскажу, что будет дальше, смотрите, вот мы обучили эмбеддинги, и каждому услову у нас соответствует какой-то вектор. Можем проверить, у нас там что-нибудь адекватное обучилось или нет, можно посмотреть на вот, вот у нас есть там какой-нибудь эмбеддинг для очередного слова, можно посмотреть на векторы, которые ближе всего к нашему по косинусу на расстоянии, то есть, по сути, имеют наименьший угол с нашим вектором, вот, и по идее, если у нас все правильно обучилось, то у нас должны быть близкими вектора, которые близки по смыслу, вот, мы сейчас вот уже доучиваются и попробуем это сделать. Значит, все, что мы делаем, мы просто вот берем какой-то наш очередной вектор, считаем скаляртные произведения с матрицей всех эмбеддингов, чтобы посмотреть на косинусы со всеми векторами, которые есть, ну и для того, чтобы действительно был косинус, нам нужно поделить еще на нормы, вот, это здесь тоже сделаем и будем выдавать типа топ-5 индексов, которые вот, топ-5 слов, которые соответствуют. Вот тут некоторый код, который все делал в процессе, немножко сложно, я сейчас объясню, почему. Вот, например, если мы возьмем слово woman, то самые близкие слова, которые можно найти, ну, собственно, само woman, потому что у нас косинус с самим собой всегда единица, вот оно и есть, но и кроме других слов, тут вот есть girl, почему-то man и почему-то еще два слова, которые на первый взгляд… немножко странно, почему здесь находятся. Ну, да, получается, что они часто встречаются вместе. Ну, это, это скорее всего специфика датасета, потому что там как будто бы датасет про каких-то монархических особ, насколько я знаю, потому что, вот, например, есть слово, было слово king, я просто не хочу стопать, сейчас, а, оно упало, а, ну, отлично, оно упало, так что можем чуть пошалить, смотрите, current, clear, давайте просто какие-нибудь слова, которые мы можем потестить, я возьму king, потому что я говорю там много про всяких монархов, вот, ну, собственно, есть king сам с собой, есть тут генри, есть эдвард, они, видимо, тоже в датасете присутствуют, вот, можно взять какую-нибудь королеву, она тоже есть, вот, королева с королевой, там, Элизабетта, Шарлотта, ну, видимо, там, видимо, Эдвард просто часто встречается с какой-то другой королевой в контексте, поэтому так, давайте на Эдварда посмотрим, Генри, Вильям, Кинг, Чарльз, если мы возьмем какие-нибудь, типа, просто распространенные слова, ух ты, красиво, распространенные слова, типа, например, ножа, то его просто ладно, он есть, интересно, так, если мы возьмем вилку, а вот вилки нету, смотрите, вот такой довольно бедный датасет, поэтому мы вместо него просто ук считаем, давайте улку посмотрим, а, мы только что это и сделаем, что случилось, а, неважно, ну, какое-то, какое-то, которое обучилось, вот, да, ближайшие к нему, давайте, я могу побольше попросить, задать, вот, будет побольше, очень, очень странно, какие-то прям очень странные слова тут попадаются, это токены, которые выплюнул токенайзер из торча, то есть он по большей части выплевывает слова, ну, какие-то, видимо, штуки, возможно, это что-нибудь типа, там, не знаю, в английском же часто есть, там, что-то, 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 апостроф, там, что-то, что-то, как, ну, из так часто сокращают, и тогда у нас с будет отдельным словом, вот, да, оно есть, ну, вот, s с апострофом часто встречается, ну, это как раз вот оно, сокращение is. Можно еще что-нибудь посмотреть, вот, kick, help, и на самом деле, еще одна классная штука, которую я, к сожалению, не рассказал на лекции, что обученные имбединги, вот это векторное пространство имбедингов, оно обладает арифметикой, вот это прям, очень такая интересная штука, которая, ворту веки, получается, сама по себе, хотя мы на нее не учились, если, например, взять из мальчика, вычесть мужчину и добавить женщину, то должна получиться девочка, вот, тут это не очень так, хотя вот тут girl есть, где-то неподалеку, можно, можно, так же кинге сделать, в общем, если обучить ворту век на нормальном датасете, который достаточно большой, то вот эти арифметические штуки прям очень хорошо выполняются, там, например, есть даже такое, что можно из России вычесть Москву и получить примерно то же самое, что из Франции вычесть Париж, вот настолько, настолько, мы просто берем, ну, у нас каждому слову соответствует какой-то вектор, мы можем векторы складывать и вычитать, просто как векторы, ну, это и делаем, и прикольно то, что мы руками не просили, чтобы такое выполнялось, потому что, ну, не очень понятно, как это руками, то есть нам нужен, получается, еще был бы размеченный датасет, который вот такие пары делал, что мы там из одного вычитаем другое и получаем третье, условно, вот, такая закономерность, она получилась сама по себе, и это довольно прикольно, то есть такое вот неочевидное свойство у эмбеддингов, не очень понятно, как это практически использовать, ну, потому что, ну, прикольно, конечно, но зачем это может быть нужно, но вот само по себе, что у нас обучается такое скрытое пространство из эмбеддингов, в котором, ну, расположение векторов имеет прям смысл, что мы можем вектора вычитать и получать что-то адекватное, это прикольно, вот, в общем, во второй части ноутбука я предлагаю взять fasttext и его поиспользовать для задачи классификации сентиментов, вот, я нашел датасет отзывов на какой-то dating app, на кагле, сентимент это эмоциональная краска текста, то есть положительный он или отрицательный, вообще датасет выглядит вот так, вот score тут есть от 1 до 5, вот, но я предлагаю нам не сильно париться и сделать из этой штуки просто бинарную классификацию, путем, что мы все, что больше равно 4, мы будем считать за положительный отзыв, а все, что меньше 4, за отрицательный, вот, если мы так бинаризуем целевую переменную, то, вот, отзывы будут как-то вот так вот выглядеть, то есть более-менее классы сбалансированные, отрицательных чуть-чуть больше, так, вот так вот выглядят наши предложения, тоже распределение по числу слов в отзыве, это токены, они слова, ну, не в одном предложении, а в одном отзыве, ну да, видимо, у кого-то очень сильно сгорело, я, кстати, подозреваю, что чем длиннее должен быть отзыв, тем он кушает. Ну, ну, мне тоже как-то кажется, да, да, если походить по этому датасету, там можно найти просто какие-нибудь эмоджи, типа там, лайк и все, одно единственное слово. Так, ну, давайте попробуем обучить самую крутую модель с курса МО1, который мы знаем про текст, это TF-IDF, который вы должны были обсуждать, плюс логистическая регрессия. Вот, поделим данные на трейнг и тест. Ну, вы, наверное, обсуждали, как текст кодировать. Мешок слов-то у вас был? Да, мешок был. Ну, вот, возможно, просто вы не успели на семинаре TF-IDF обсудить. Ну, он, в общем, похож на мешок слов, просто там, еще слова перезвешиваются с учетом того, насколько часто они встречаются в разных документах. То есть, если, если слово встречается очень часто, типа, в большом числе документов, то, скорее всего, оно помойное, потому что, ну, оно просто какое-то слово из общей лексики, оно, типа, не очень полезное, потому что, ну, часто встречается. И поэтому нужно дать низкий вес. Если же наоборот, слово редкое, то, скорее всего, это какое-то специальное слово, которое вот имеет какой-то смысл, поэтому его стоит взять с весом побольше. В общем, такая тоже матрочка получается. Так, давайте… Сейчас оно же не будет скачиваться заново, я надеюсь. Потому что я скачивал… Да, отлично. Тут вот эта строчка скачивает их из интернета. Они у меня уже скачены локально, поэтому я их просто загрузил. Давайте тоже посмотрим на то, как себя ведут fast-text embedding для разных слов. Например, можем посмотреть на вектор. Вот это какой-то вектор для слова mother. Размерности 300. То есть вот такие у нас embedding. И можем точно так же для этого вектора посмотреть. Для этого слова посмотреть ближайшие слова тоже по… Почему так медленно? Ну вот такие. Значит, вот тут у нас similarity написаны. Вот тут всякие слова. Да. Ну и в общем, что мы сейчас сделаем? Попробуем взять вот этот tf.idf, который очень простой. Вот видите, он написан в Scalern. Стал быть, это очень популярный и распространенный алгоритм. И попробуем… Вот сначала мы сделаем tf.idf transform на текст. У нас будут вот такие вот матрички. То есть у нас вот… Вот это число объектов для трейна и для теста. А вот это новое число признаков. Вот. Тут… Да, я тоже сделал отсечку. Слишком редкие слова не учитываются. Ну и поверх вот этой штуки обучаем просто логистическую регрессию. И смотрим, что получается. Ну получается вот так. О курсе на трейне 89,5 примерно на процент ниже на тесте. Вот, собственно, что мы попробуем сделать с нашими имбеддингами предобученными. Ну вот я рассказывал про очень тупой вариант. Давайте мы возьмем просто… Вот у нас есть отзывы, да. В отзыве много слов. И поэтому, когда мы к каждому токену применим имбеддинг, у нас каждый отзыв превратится в последовательность имбеддингов. Давайте мы просто эту последовательность усредним, так чтобы у нас весь отзыв описывался одним вектором. И попробуем тоже на этом векторе обучить логистическую регрессию. Так, тут вот делаются имбеддинги. Это немножко небыстрый процесс. Давайте остальные ячейки тоже сбущу. Это очень грубо, да. По сути, мы теряем всю информацию про последовательность. Точно так же, как и в других. Ну, TF и DEF у нас тоже информации про последовательность не сохраняет. Вот, и здесь… Сейчас будет плохо, когда оно досчитается. Я надеюсь, оно досчитается. Вот, досчиталось. Ну, типа, заметно хуже, чем TF и DEF. Но у нас в TF и DEF получается 7600 признаков. Тут всего 300. Потому что, ну, каждый отзыв мы представляем как усредненный имбеддинг. Ну, и за счет того, что у нас, ну, как бы, отзывы могут быть длинные, там могут встречаться очень разные слова. Когда мы их усредняем, мы очень много информации теряем. Это грустно. Давайте придумаем что-нибудь получше. Собственно, давайте мы попробуем обучить сверточную сетку для текста. Здесь у меня просто датасет для имбеддингов, где у нас тоже приходят слова. Мы слова перегоняем в имбеддинге, просто вместе складываем и баддингом добиваем до нужной длины нулями. Для того, чтобы, ну, у нас все было одного размера и мы могли это в бачи загонять. Вот такой вот простенький датасет. Значит... Ну, потому что это хуже, чем вот это. Ну, хуже-то да. Не, ну так-то, может, оно и не очень плохо, но просто эта модель гораздо проще. Типа, она такая классическая. Ну, ТФ и ТФ плюс Лугрек. Она прям очень простенькая, такая классическая модель. И то, что наши вот, типа, нейросетевые имбеддинги работают хуже, это грустно. Ну, на самом деле, это не грустно, так и должно быть, потому что, ну, мы очень много информации потеряли, когда усреднили имбеддинги. Ну, тут, видимо, задачка очень простая. Вообще, очень часто сентимент анализировать это несложно. То есть, для каких-то там специфичных датасетов это может быть сложно. Например, где очень много какой-нибудь постиронии, и ты не понимаешь, типа, что человек имеет вид. Ну, вот, да. Обычно, там, для general датасетов анализ сентимента — это просто. Там обычно, там, не знаю, цифры за 90. Ну, да. Я тут не стал пробовать такую модель, хотя, возможно, она бы тоже что-нибудь адекватное привела. Кстати, вот этот вот бейзлайн с FEDF и логистической регрессии, на удивление, он часто бывает довольно сильным. Ну, потому что он быстро учится и учится без проблем. То есть, нет никаких проблем, чтобы завести логистическую регрессию. Она точно нормально обучится. Вот. И очень часто бывает так, что вот этот бейзлайн сложно преодолеть даже нейронками. Ну, по факту. Ну, мы на самом деле сейчас это сделаем. Давайте, как я сказал, попробуем обучить сверточную нейронку. Значит, вот ее архитектура. Давайте я чуть-чуть отзумлю. Значит, она будет похожа на резнет, только мы будем использовать не двухмерные свертки, а одномерные. Так, обратно. Вот. Вот у нас один блок резнета, по сути, где у нас свертка бачнорма relu, свертка бачнорма, потом skip connection и финальные relu сверху. Вот. Единственное отличие, это что мы используем одномерные свертки. И я тут решил вообще не изменяй пространственную размерность. То есть, вот как у нас была какая-то длина последовательности, так она и остается. Потому что тут, на самом деле, у нас есть и очень короткие последовательности, типа, условные из одного слова. Там, чел написал просто, типа, супер. Вот. И есть очень большие. Если мы, там, одно слово как-нибудь будем уменьшать его пространственную размерность, ну, скорее всего, эта фигня получится. Поэтому давайте просто оставим как есть. И число каналов я тоже не стал менять. У нас вот как было 300 исходно в имбезнике, так я эти 300 каналов и тащу сквозь все эти блоки. Почему не сделал все? Можно было. Я решил просто не делать этого. Просто для наглядности. Ну и дальше вот потом, собственно, основной модуль. У нас есть несколько вот этих базовых блоков, которые здесь я уже загнал sequential. И есть классифайер, который из числа каналов переводит в число классов. Значит, смотрим на форвард. Первый шаг у нас. Просто мы прогоняем вот эти... Нам приходят имбезинги из фасттекста. Мы прогоняем их просто через вот эти сверточные блоки. Дальше начинается магия. Вот то, что я говорил, что нам нужно сделать правильное усреднение, чтобы мы для каждого элемента в батче делили именно на его длину, а не на какую-то кривую. То есть чтобы у нас вот этот мусор, который мы запихнули в качестве нулевого паддинга, нам никак не мешал. Как мы это сделаем? Мы сначала сгенерируем маску. В общем, как она делается? У нас вот ключевое место вот здесь. у нас length – это тензор размера batch size, где записаны длинные элементы батча, то есть длины последовательности, которые есть. И мы просто создаем такую маску, которая вот у нас для каждой последовательности, если вот на этой позиции все еще идет последовательность, то мы туда поставим один. Если уже начинается паддинг, то поставим ноль. Вот и вот такую маску сделаем. Вообще в маске очень часто встречаются, когда мы делаем что-то с переменным входом, потому что у нас тензора должны быть полные, а при этом мы знаем, что разные элементы в батче имеют разную длину, и надо это как-то учитывать. Мы, например, когда трансформеры будем делать, там тоже будут всякие маски, чтобы ненужные элементы, которые у нас просто как паддинг, лежат в тензоре, чтобы их не учитывать. Вот. Ну и, собственно, как эту маску мы применяем? Мы ее просто умножаем на наши признаки, дальше суммируем по минус один это время и делим на длину. То есть в реальности мы здесь посчитаем среднюю карту признаков для каждого элемента в батче, ну и у нас будет свое среднее. То есть мы везде усредним только по правильным позициям, потому что в неправильных позициях у нас мусор, потому что влияет паддинг. Вот. Ну и после этого вот у нас, получается, пропала временная разменность, потому что мы по ней усреднили. Применяем просто линейную голову, которая будет у нас классификатором, ну и возвращаем логиты. Так. Ну, то же самое для обучения. Собственно, единственное отличие от всего, что мы делали раньше, что у нас теперь в этом итераторе по даталодеру выплевываются три тензора – эмбеддинги, длинные и метки. И, соответственно, мы… Значит, здесь еще вот эта строчка есть. У нас по умолчанию в даталодере выплевываются тензоры, у которых длина 256, ну, пространственная размерность. И, ну, это вообще максимальная длина, которая есть. Скорее всего, в ботче будут элементы, максимальный, самый длинный элемент в ботче будет меньше. И поэтому там сколько-то последних элементов у всех элементов ботча будут нулевыми. Давайте мы их просто тоже обрежем еще дополнительно, чтобы холостую не считать. И поэтому вот сделаем вот такую срезку по самому длинному элементу в этом ботче. Просто чтобы лишние нули не гонять по нейронке. Вот. Получаем такую вещь. Есть, кстати, специальные способы, как можно еще ускорить вот это место. Для этого можно хитрым образом формировать ботчи, так, чтобы туда попадали элементы примерно одной длины. Чтобы у нас не было такого, что мы там один гоняем целиком элемент ботча, а второй у нас там почти целиком из нулей. Только эту штуку делать надо очень аккуратно, потому что если ее сделать неаккуратно, то тогда у нас сломается порядок в данных, и градиентный спуск тоже сломается, потому что, ну, ему нужно перемешивание данных, когда мы считаем градиенты. Вот. Если просто мы отсортируем все элементы там по возрастанию длины и будем подавать в нашу модель, то ничего учиться не будет, потому что, ну, постоянный порядок, и градиент нам нужен все-таки случайный, чтобы он, ну, оценивал настоящий градиент. Если мы будем по порядку все это передавать, то никакой оценки не смещенной не получится. Вот. Есть, правда, всякие способы, что мы можем, например, как-нибудь посортить элементы, потом их разбить на ботчи, а потом перемешать. Вот. Такие штуки делают, и про это даже есть всякие исследования, как можно более эффективно вот с этой проблемой для разных длин бороться. Вот. Но мы делаем тут максимально простым способом. Просто там. Если кому-то будет интересно, можете поискать такие статьи про разные хитрые порядки ботчей. Ну вот, в общем, да, передаем модельку эмбеддинга и длины, потому что длины нам нужны, чтобы правильно усреднить. Точно так же засчитаем лосс, потому что это все еще задача классификации. Тут логиты и метки. Ну и все то же самое для валидации и вообще. Вот. Ну давайте посмотрим, что из этого получится. Так, вот это тоже надо прогнать. Значит, тут у меня Adam. Это же косинус на расписание. Не помню, насколько эпох, по-моему, штук на 5. Угу. Посмотрим, что получится. Дома у меня получилось, когда я все это запустил, побить tfdf. Тут сейчас я немножко поменьше взял сетку. Ну, скорее всего, тоже все получится. Если нет, мы ее обратно побольше сделаем. Так, у нас тут было 88,5, по-моему, для теста, да? Так, у нас тут было 88,5, по-моему, для теста, да? Так, ну уже 89 после второй эпохи. Так что можно считать, что мы победили. Вот. Но тут, скорее всего, вот именно таким способом сильно лучше не получится сделать. У меня, по-моему, максимум получалось 90. Вот. Тут мы уже просто упираемся в какой-то момент в сильное переобучение. Потому что, ну, у нас, по сути, вся самая важная информация в имбедингах представлена. А потом, ну, просто какие-то свертки, которые там, ну... Они там что-то, конечно, как-то перемешивают, условно говоря, между разными имбедингами. Там что-то чуть меняют. Но все равно, как бы, вот... Качество нашей модели упирается в качество имбеддингов. Потому что здесь имбеддинги я никак не дообучаю. То есть, конечно, если бы захотели, мы могли бы ввести еще дополнительный слой имбеддингов в модель, ее проинициализировать от вас текста, и это бы тоже учить. Вот. Но, скорее всего, оно бы еще сильнее переобучалось. А мы вообще проверяем на тесте, типа, на свои задачи, вот, в данном слове нам нужно предсказать другое, да? Здесь нет. У нас просто предсказание эмоционально-эмоционально-краски отзывов. А, в Word2Vec у нас был в первой половине. Тут уже такое, практикал-кейс, скажем так. Кстати, может, еще чуть-чуть поучу. Как будто бы можно еще. Так, ну, у меня, на самом деле, все, что я хотел показать. Вот. Пока можно подождать, пока эта штука учится. Вот. Можете что-нибудь спросить. Гипотетически может быть. Гипотетически может быть. Но, мне кажется... Ну, то есть, скорее всего, для такой штуки, чтобы решать задачу, мы будем использовать какую-нибудь там либо предобученную модель, либо предобученные имбеддинги. они обычно не умеют с таким работать. Но мы можем просто какую-нибудь дополнительную фичу сгенерировать. Типа там, не знаю, процент букв, которые написаны капсом в отзыве. Но, может быть, предложение выделил особо важное. Ну, может быть. Поэтому, ну, тут заранее нельзя сказать. Что-то как? Может быть, на смайлике? На что? На смайлике. Да, выкинем весь текст. На смайлике. На смайлике. Да, если я правильно вспомнил, то следует. Ну, кстати, я не уверен, что фаст текст умеет смайлики. Давайте посмотрим. Я подозреваю, что нет, но хотя… Ну, да, но я не уверен, что на них учились. Давайте посмотрим. Ну, на самом деле, не во всех же отзывах есть смайлики. Справится? Я на всех случаях вот так поставлю. Ну, как будто бы… А если скобочку просто? А если бы мне вот предпоследие… Ну, скобка часто встречается с другой скобкой, что логично. О, кстати, давайте… Сейчас, а можно как-нибудь фаст текст? Я хочу проверить на фаст тексте вот эти вот арифметические свойства. Просто medium. Так, тут просто проворотбеки, все ли? Какие дела? Углов. Текст. Как будто бы... Нет. Сейчас, а если... Кстати. Интересно. Скорее всего, да. Что-нибудь такое. Так, а если мы... Окей, давайте вот что попробуем сделать. Давайте мы провернем. Сейчас в Москву можем вбить? Так, там это называлось get... Нет, что? Сейчас, get word vector. Так, ну это какой-то намбаевский вектор, правильно? Да, отлично. Давайте мы... Куда-то я все время... Вот, не расстанавливаюсь. Интересно, когда их обучали? Наверное, довольно давно, потому что модель старая. Хотя, может, их там переобучали когда-нибудь недавно. Дэш, дэш, дэш... Так, да. Вот чё, мээ, дэш... Ай, и дальше... Так, дэш, дэш... Кстати, Париж и Франция сильно коррелированы. Забавно. Так, ну давайте мы теперь... Так, давайте пробовать вот так. Вот так. Вот так. Не понял. А, да, я не прав. Ну и давайте посчитаем, значит... Да, x и Франция. Ну, inner. Делим на норму. Делим на вторую норму. Ну, не то чтобы очень много. Как будто бы можно лучше. Давайте мы вот эти... Я не знаю, как это делается. Типа, наверное, как-то можно попросить у него матрицу эмбиддингов. Просто я подозреваю, что это может быть... Ну, или сейчас. Есть как-нибудь... А, вот видимо, input.matrix это то, что нам нужно. Ну вот, видимо, она там довольно жирная. Ну, 4 миллиона слов. Я не готов 4 миллиона скалярных произведений. Ну, хотя, ладно, может оно сейчас посчитается. Сейчас, давайте попробуем. О, подреждаю операция. Сейчас. Так вот сделаем. Я надеюсь... А, на сервере все равно ничего страшного. Ну. Ждем. О, досчиталось. Ой, я не там просуммировал. Ждем еще раз. О, кстати, так быстрее, да? Да, нормально. Так, теперь мы... Сколько вот это будет считаться, я не знаю. Но давайте подождем. Так, делим на нормы. Уважаемый. Чего? Да, я... Зашел не в свой двор, так сказать. Так, ну, правда, что они, да? Давайте мы теперь посортим. Сейчас, я хочу сначала вот так вот сделать. Хотим найти вот к вектору, который вот такой, ближайшие слова. В идеале найти там Францию. То есть мы знаем, что вот с Францией вот столько. Есть ли ближе вектор? Это вопрос. Возможно, есть. Сейчас, я хочу задать, чтобы оно было... Ну, что-то не видно. Ну, ладно, тогда давайте так. По колхозному. Так, ну, а почему? Почему там нет 0,75? А, со смыслом. 69. Ну, может, просто... Оно меньше еще в Франции. Что-то в прошлом не так. Да. Сейчас, теперь надо понять, как найти вакапу этой штуки. А, ну, возможно, он, кстати, использует, потому что не вот эту матрицу, а какую-нибудь, типа, либо вторую, либо их полусумму. Поэтому, поэтому так, что у нас, типа... А, давайте тогда мы... Нет. Сейчас, nearest neighbor, syntax vector. Может, правда, вот это используется? Почему? А, видимо, она там, типа, наоборот теперь, да? Сейчас, какой она формы? Нет. Почему здесь вдвое... Что? Почему тут... Почему? Почему? Ладно, это, видимо, тайна, которая так и останется тайной. Оставим ее так. Не, ну, расстояние большое. Видно, что оно, типа, там... Ну... Сейчас, а если мы... Сейчас. Просто еще раз посмотрим, насколько близки к Франции всякие другие слова. Скорее всего, они достаточно далеко. Ну, то есть, типа, расстояние будет меньше, чем вот это 0,79. Так. Франция. Да, действительно меньше. То есть, мы вот такой манипуляцией нашли слово ближе к Франции, чем любое другое из словаря. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Да, да. 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 Давайте мы... Ладно, мы еще сделаем, типа, для... Вот этот классический пример с королем. Man, woman, queen. Я просто боюсь запутаться, если это не сделать. Так. Значит, мы хотим king минус man плюс woman. Так. Значит, x queen. x queen. 0,65. Ну, получилось похуже, да. Короче, прощуя, 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 прощуя. Стоит королевая отличает больше, чем у кого. Получается так. Не, я бы за фотоаппарат на пол сделала хуже. Король ближе к королеве, чем король минус мужчина плюс женщина к королеве. Получается так. Ну, в общем, такая вот забористая штука. Ну что, давайте заканчивать тогда. Мы и так уже засиделись.